Здравствуйте, друзья мои! С вами канал «Простоучилка» и я, Елена Владимировна. Сегодня мы с вами разбираем контрольную для шестого класса, которая, скорее всего, будет идти как контрольная за первое полугодие по математике, по учебнику Мерзлика, или как административная контрольная, тоже для шестого класса, за первое, друзья мои, полугодие. Поэтому посерьезнее вот с этой контрольной. Что нам для нее нужно знать? Мы должны знать, что такое кратные и простые числа. Мы должны с вами уметь выделять целую часть, это с обыкновенными дробями. Должны уметь переводить из смешанной дроби в неправильную дробь. Мы должны уметь искать общий знаменатель. Мы должны уметь сокращать. И кое-какие мелочи по обыкновенным дробям. Вот прямо сейчас висит целый плейлист, ребята, с подсказками. Пожалуйста, охватите его. Там есть все подсказки. А также, как искать наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. То есть, как искать нод и ног. Давайте приступать. Первое задание делаем. Какие из вот этих чисел? А простые, Б кратные 5 и В кратные 9. Кратные 5 – это делится на 5, а кратные 9 – это делится на 9. Давайте сначала простые выпишем числа. Друзья мои, я простые числа знаю из таблицы, которые у меня в голове. А у вас она может быть в интернете. Простое число – это такое число, которое делится только само на себя и на 1. Вот посмотрите, 3 делится только само на себя, то есть на 3 и на 1. Я его сейчас выпишу. Смотрю, 12. Нет, 12 кое-на-что делится. 30 кое-на-что делится. 29 делится только само на себя и на 1. Выпишу 29. Это простое число. 66 точно делится. 85 точно делится. А вот 97 ни на что, кроме себя самого. И единицы не делятся. Выпишу. Дальше 239. Такая же история. 239 делится только само на себя и на 1, друзья. Точно так же, как и число 311. Откуда я это узнала? Из таблицы простых чисел, которые есть в интернете. А если вам сложно вот так в интернете, вот на контрольный вы не понимаете, что делать, начните делить на 2, на 3 и на 5. Признаки делимости, которые вот прямо сейчас висят, вам помогут. Как узнать, делится ли число на 3, как узнать, делится ли число на 5, как узнать, делится ли число… и так далее. Все, друзья, едем дальше. Выписываем B. Кратные 5, то есть такие числа, которые делятся на 5. Это очень легко. Если в конце числа стоит 0 или 5, такое число точно делится на 5. Вот вижу 30. Выпишу, потому что в конце числа 30 – 0. А это значит, что число 30 делится на 5. Дальше 85. Тоже в конце пятерка, значит, точно будет делиться на 5. Еще есть. А вот есть 495. 495. Тоже будет делиться на 5. Вы сделаем. Нам нужно найти числа, кратные 9, то есть такие числа, которые делятся на 9. А как узнать такое число? Очень хороший способ. Если я сложу все цифры внутри числа и получу число, которое делится на 9, то и само такое число поделится на 9. Давайте попробуем. Вот 30, например, делится на 9. 3 плюс 0. 3, а 3 на 9 не делится, значит, и 30 не поделится. Давайте возьмем число 85. 8 плюс 5 будет 13. Я цифры внутри числа сложила. А 13 не делится на 9, значит, и число 85 тоже не поделится на 9. 239. А оно простое, мы выкинули его. 311 мы тоже выкинули. Может, 495 давайте складывать. 4 плюс 9 будет 13. 14, а 13 плюс 5 будет 18. А 18 же делится на 9. Значит, и число 495 тоже поделится на 9. Мы выписали. Теперь делаем следующий номер. Вот сейчас нас с вами будут проверять на то, как мы умеем искать общий знаменатель, сокращать. И все такое. Давайте смотреть. Когда у нас сложение или вычитание обыкновенных дробей, мы обязаны посмотреть на знаменатель. Знаменатель – это число, которое написано под дробной чертой. Здесь в этой дроби 9, а в этой дроби 8. Это очень плохо, потому что при сложении и при вычитании обыкновенных дробей у нас знаменатель должен быть общий. Сразу ставлю дробную черту, и подсказка, как искать общий знаменатель, уже висит в плейлисте с обыкновенными дробями. И вот еще маленькая подсказка висит отдельно. Но я точно знаю, что общий знаменатель, это если я возьму вот этот знаменатель и умножу на этот знаменатель, это точно будет правильный общий знаменатель. Но это так себе способ, потому что там может вылезать сокращение. Поэтому вы посмотрите видео обязательно. Давайте умножу 8, 9, 72. Теперь нужно кое-что доделать. Вот такие лодочки поставим. На что я должна умножить 9, чтобы получить 72? На 8. Значит, и числитель надо умножить на 8. А здесь на что я должна умножить 8, чтобы получить 72? На 9. Но и числитель домножу. Теперь произвожу вычисление. 8х4 – 32. Плюс 3х9 – 27. Равно 30 плюс 20 – это 50. 2 плюс 7 – это 9. Получится 59 в 72-х. Кто-то бросился искать сокращение, а здесь не получится, потому что число 59 простое. Оно делится только само на себя и на 1. Поэтому вот это уже наш финал. Несократимая дробь. Теперь нам нужно вычитать. Как вы уже помните, если мы складываем или вычитаем обыкновенные дроби, то нам нужно посмотреть на знаменатели, потому что они должны быть одинаковые. Как только мы увидели, что наши знаменатели разные, мы сразу проведем дробную черту, общую. И теперь подумаем, какое число делится и на 12, и на 8, потому что такое число и будет общим знаменателем. Я подскажу еще один способ, как делать. Мы смотрим, кто больше из этих знаменателей. 12 больше. Умножим 12 на 1. Получится 12. К сожалению, 12 не делится на 8. Тогда зачеркнем 1 и умножим 12 на 2. А вот 12 на 2 будет 24. А 24 поделится на 8. Значит, 24 поделится и на 12, и на 8. Сразу запишем сюда 24. А если бы 2 не подошла, я бы зачеркнула и 3 бы написала, умножила бы. А так и 4, и так далее. Но лучше посмотрите подсказку. Итак, ставим лодочки. На что я умножила 12, чтобы получить 24? На 2. На что я умножила 8, чтобы получить 24? На 3. 3х8, 24 – это таблица умножения. Теперь 2 умножаем на 7, получается 14. Минус 3х3, 9. Ведь равно 14 минус 9 будет 5. А 24 перепишем. Это опять несократимая дробь, потому что 5 делится только само на себя и на 1. А 24 много на что делится. Но на 5 точно не делится. Делаем третий номер. Для того, чтобы умножить обыкновенные дроби, сначала нужно смеженные дроби перевести в неправильные, а потом уже делать умножение. Давайте переводить. Вот как это делается. Большое число умножаю на знаменатель, прибавляю числитель. 1 умножаю на 7, будет 7, плюс 5, будет 12. Пишу 12 в числителе. А в знаменателе как было 7, так и останется. Теперь умножаю на 6. Умножаю на 8, будет 48. А прибавляю 1, будет 49. То есть умножаю на 49, все равно 8, каких и было. Учителя любят, чтобы умножение вы делали, используя одну общую дробную черту. Я иногда просто делаю без одной дробной общей черты. Ну ладно, не будем расстраивать учителей. Умножение, умножение. А вот тут нам пригодится знание понятия сокращения. Сокращение – это деление и числителя, и знаменателя на одно и то же число. Я вижу, что 12 делится на 4 и 8 делится на 4. Сокращу 12 на 4, получу 3. Сокращу 8 на 4, получу 2. Теперь вижу, что 49 и 7 делятся на 7. Делим 7 на 7, будет 1. Делим 49 на 7, будет 7. Остается перемножить. 3 умножить на 7, будет 21. 1 умножить на 2, будет 2. Нужно выделить целую часть. Во-первых, подсказка висит, плейлист. Во-вторых, это легко. Нужно посмотреть, 21 на 2, если разделить, сколько получится целых двоек, которые влезают в 21. Таких целых двоек будет 10 штук. А когда мы умножили 10 на 2, получили 20. Теперь надо выкинуть из 21 20, то есть вычесть, останется 1. Остаток мы запишем в числителе, а двойка пойдет в знаменатель. Сделали. Едем дальше. Для того, чтобы разделить эти дроби, я сначала так же сделаю. Я сначала проведу перевод из смешанной дроби в неправильную. 2 умножаем на 5, будет 10. 10 плюс 2, будет 12. Запишу 12 пятых. 1 умножу на 15, прибавлю 1, будет 16 пятнадцатых. Поделить на 16 пятнадцатых. А вы все хорошо помните и любите это странное, но веселое правило, что когда мы делим на обыкновенную дробь, надо умножить на дробь, обратную ей. То есть просто поменять местами числитель и знаменатель. Перепишу 12, поставлю общую черту, дробную, напишу 5. Поставлю умножение, умножение. 15 пойдет в числитель, а 16 пойдет в знаменатель. Давайте сокращать. И 12, и 16 делятся на 4. 12 делить на 4 будет 3, 16 делить на 4 будет 4. И 5, и 15 делятся на 5. 5 делить на 5 будет 1, 15 делить на 5 будет 3. Перемножаем. 3 умножаем на 3, будет 9. 1 умножим на 4, будет 4. А, придется вот сюда переезжать. Переехали. 9 четвертых – это неправильная дробь, потому что числитель больше, чем знаменатель. Значит, нам нужно опять извлечь целую часть. Для этого нужно посмотреть, сколько полных четверок влезет в девятку. 2 штуки, потому что 2х4 будет 8. Значит, 2 полные четверки влезло. А сколько там осталось? 1, 1 четвертая. Делаем следующий номер, это третий. Нам с вами нужно сражаться с уравнением. Для начала вы все не очень понимаете, точнее многие из вас. Что такое х? А х – это 1х. Нужно сначала сложить х с х. Давайте я попроще нарисую. Пускай 1х – это целая пицца. А 1 шестая х – это 1 кусочек от пиццы. Вот такой кусочек. 1 кусочек из 6. Следовательно, 1х плюс 1 шестая х – это 1 целая и 1 шестая х. Видите, как мы на пиццах легко посчитали? 1 целая и 1 шестая х равняется вот столько, то есть 3 целых и 3 четвертых. Я знаю, что для того, чтобы узнать х, мне нужно избавиться от всего, что мешает х. Сейчас х умешает дробь 1 целая и 1 шестая со знаком умножения. Это значит, что эта дробь переедет со знаком деления. Отсюда следует, что х равен 3 целых 3 четвертых разделить на 1 целую 1 шестую. Во-первых, сначала нам нужно с вами сделать преобразование. Помните, да, как мы только что делали? Давайте, х равен 3 х до 4, 12 плюс 3, 15. 15 четвертых. Здесь будет 1 умножить на 6 до плюс 1. 7 шестых. А давайте я сразу сделаю умножение, а не деление. То есть поменяю местами числитель и знаменатель. Было 7 шестых, станет 6 седьмых. Ищем сокращение. Вот я вижу, что и 6, и 4 делятся на 2. 4 делить на 2 будет 2. 6 делить на 2 будет 3. А это, товарищи, пожалуй, что и все. Умножаем 15 на 3. Будет 45. А 2 умножить на 7 будет 14. Теперь нужно извлечь целую часть. Сколько 14 помещается в 45-ку? Сколько 14 влезет в 45? 3 штуки. Я в столбик поделила, только в уме. А выделите на листочке, если вам сложно. А когда я из 45 вычла 42, а это как раз 14 умноженное на 3, там осталось 3. Следовательно, ответ в вашем уравнении вот какой. Полных 14 было 3 штуки, напишем 3. Остаток оставался 45 минус 42. 3, а в знаменателе будет 14. Ответ, друзья. Давайте задачу почитаем, ребят. Туристы прошли 25 километров. Из них 3 пятых пути, они шли лесом. Сколько километров прошли туристы по лесу? Ребята, вспоминаете, был такой прием у вас в школе. Как по целому узнать часть. Я нарисую быстренько рисунок. Я уже делала такое видео. Давайте здесь расскажу. Я хочу нарисовать колбаску и посмотреть все это в частях. На сколько частей мне ее делить? Подсказка всегда сидит в знаменателе. Написано 3 пятых. Значит, я делю мою колбаску на 5 частей. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Всего было 25 километров. Ставлю фигурную скобочку, и все встает на свои места. Посмотрите. Получается, что 5 частей, а всего 25 километров. Так сколько же в каждой части-то сидит? Ну, правильно, вам глаза подсказали. Нужно 25 разделить на 5. По 5 километров. Тут 5 километров, тут 5 километров, тут 5 километров, тут 5 километров и тут 5 километров. А прошли они как раз 3 таких части. Поэтому я и закрасила только 3 части. То есть 5, 5, 5, 5, 5. Вам сразу ваши глаза подсказали, что 3 пятых в километрах – это 15. Потому что 5 умножить на 3 будет 15. А как делать это по-научному? А вот как. В одно действие решается такая задача. Для того, чтобы узнать по вашему целому числу какую-то часть от километров, от килограммов, от литров, от всего чего угодно, вам нужно взять целое число 25 и умножить его на эту дробь, то есть на 3 пятых. Давайте вот тут подставлю 1. Так всегда делайте, когда у вас целое число. И нужно работать с обыкновенной дробью. Напишу равно. Давайте я нарушу, немножечко побесим учителей, сделаем не под одной общей дробной чертой, а под разными сокращениями будем делать. И 25 и 5 делится на 5. 5 делить на 5 будет 1. 25 делить на 5 будет 5. 5 умножаем на 3. Получаем 15. Сделали задачу. Ответ. 15 километров прошли туристы по лесу. Из 6 килограммов льняного семени получается 2,7 килограммов масла. А сколько масла получится из 34 килограмм семян льна? Ребят, висит подсказка, как делать пропорцию. Как понимать, прямая это пропорция или обратная? Здесь очень легкая задача с прямой пропорцией. Мы сейчас будем ее решать. Я напишу, что 6 килограммов – это 2,7 килограммов масла. А 34 килограмма семян – это неизвестно, сколько килограммов масла. А когда неизвестно, это х. Получилась изумительная простая пропорция. Она прямая. Как она решается? Вот такой красивой бабочкой она решается. Вот почему бабочкой. Видите бабочку? Для этого я 6 умножу на х. Поставлю равно. И 34 умножу на 2,7. А теперь для того, чтобы избавиться от 6, которая мешает х со знаком умножения, я перенесу 6 и поделю на нее вот это произведение. То есть х будет равен 34 умножить на 2,7 и поделить на 6. Почему я не стала сразу перемножать? Потому что тогда мне было бы не видно сокращения. А здесь я вижу, что и 34, и 6 делятся на 2. 34 делить на 2 будет 17. 6 делить на 2 будет 3. Нам останется 17 умножить на 2,7 и разделить на 3. 15,3 килограмма масла. Все, последнюю задачу делаем. Сегодня довольно-таки приличная контрольная по мерзляку, а не как обычно. Отлично. Почитаем сначала, а потом будем делать. Теплоход прошел расстояние между двумя пристанями со скоростью 40 км в час за 4,5 часа. То есть за 4,5 часа. С какой скоростью должен идти теплоход, чтобы пройти это расстояние за 3,6 часа? Давайте сразу составим таблицу, в которую мы все запишем. Теплоход первый вариант и теплоход второй вариант. В первом варианте он прошел вот столько, а во втором он должен скорость поменять. Теперь запишем обыкновенные буквы. Это расстояние, это скорость, а это время. Таблицу я делаю некрасивую, а вы делаете красивую. По линеечке и карандашикам, а мне немножко не с руки. Итак, что мы знаем, что теплоход прошел расстояние, пока не знаем какое, со скоростью 40 км, сюда пишем 40. Да, вот столько за 4,5 часа. А вот теперь, ребят, то, чего вы немножечко, возможно, не понимаете, но я вам расскажу, если вы знаете две колонки из этих трех, то вы можете узнать и третью. Для того, чтобы найти расстояние, нам нужно скорость умножить на время. Давайте сразу сделаем первое действие. Первое действие мы узнаем, а сколько он прошел вообще километров-то? Давайте 40 умножим на 4,5 равно 180 км, друзья мои, он прошел. Это расстояние между пристанями. Теперь, когда мы знаем расстояние, запишем его сюда. 180. Значит, это же расстояние мы перепишем во второй вариант нашего теплохода. Мы тут не знаем пока что скорость, оставим пустое место, но мы знаем время – 3,6 часа. Из формулы, что расстояние равно скорость, умноженное на время, мы спокойно выводим следующую формулу, что скорость равна расстояние, деленное на время. Поэтому сделаем второе действие. Возьмем наше расстояние, это 180, и поделим на время, а это 3,6. В ответе получится 50 км в час должен идти такой теплоход. Вот с какой скоростью. Друзья мои, это все на сегодня. С этой контрольной она оказалась очень славная. И если вам эта информация пригодилась, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь, потому что это здорово помогает в развитии канала. А у кого остались вопросы, вы обязательно пишите мне, присылайте в комментариях под этим видео номер из учебника, автора учебника или номер контрольной, если знаете. И ваш класс. А я вам помогу. Вот сейчас я ребятам помогаю делать административную контрольную. И удачи вам на контрольных, экзаменах. И ни пуха, ни пера.